Добро пожаловать на мою ферму! Поймал малыша! Так вот, вот этому крокодильчику нету еще и года. Он у нас родился со своими братьями и сестрами в августе месяце 12-го года. Но животное уже, видите, достаточно сильное и может достаточно больно укусить. Ну что, Даша, покормим крокодилов? Попробуем! Вами? Нет! Мясом другим? Хочу курицей, да. Хорошо. Так вот, даю вам удочку такую, но помните, что крокодил выпрыгивает на всю длину собственного тела. Я не стала долго дразнить крокодилов. Самый быстрый и ловкий хищник съел наживку с моей удочки. Пока я кормила рептилий, настолько переволновалась, что испугалась даже самого безобидного обитателя фермы. О, боже мой! Все! Я тоже есть хочу! Да, можно так. Есть хочу! Да, у меня поездили. Но оказывается, это не самое страшное, что меня здесь ожидало. Мы отправились в бассейн к крокодилу Гене и его жене Белли, чтобы посмотреть шоу. Во всем мире только 10 человек показывают представления с крокодилами. Евгений Чащин один из них. Будешь великой дрессировщицей крокодила? Я тоже. Но надо, надо, надо. Давай устроим шоу. Поверь мне, это будет самое незабываемое шоу в твоей жизни. От такого предложения я хотела, но не смогла отказаться. Под барабанную дробь я помещаю руку в зубастую пасть. Если произойдет случайное прикосновение к зубам или к нижнему небу, то настроение, конечно, испортится. Хочешь посмотреть, что произойдет? Вот что будет. На ферме можно не только увидеть шоу с хищниками, но и попробовать самому поймать на крючок крокодила. Сфотографироваться со змеями, черепахами и хамелеоном. Гена оказался очень дружелюбным крокодилом, прямо как в сказке. Конечно, жутковато на нем сидеть, но главное доверие. Добро пожаловать на крокодиловую ферму. Добро пожаловать на крокодил.